МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор выпуска – Саратовский автоцентр КАМАЗ. Новейшее оборудование и профессиональный персонал в Энгельском районе реконструировали единственный фельдшерский акушерский пункт. Коммунальный коллапс в вековом доме. Жители двухэтажки в центре города будут справлять Новый год без отопления и без воды. Новогодний праздник со смыслом. В новом тюзи малышам и школьникам показали сказку о доброте и нравственности. Добрый вечер. В прямом эфире программа событий Саратов в студии Татьяны Хованова. В селе Шумейка Энгельского района открыли фельдшерский акушерский пункт. В рамках программы модернизации на реконструкцию объекта потратили более 2 миллионов рублей средств местного бюджета. Медицинское учреждение площадью почти 175 квадратных метров полностью оснащено современным оборудованием, а прием ведут высококвалифицированные специалисты. На открытии медучреждения побывал Вероник Арапова. Новый уровень медицинского обслуживания для жителей села Шумейка Энгельского района. Раньше в единственном на всю село Микпунксе не было даже водоснабжения, а в этом здании располагались ремонтные мастерские. Теперь это полноценное медучреждение. Раньше у нас было приспособленное здание, сейчас оно типовое. В том здании у нас не было ни канализации, ни воды. То есть все это было приносное и выносное. А теперь у нас централизованное отопление здесь индивидуальное. У нас здесь горячая и холодная вода. Все коммуникации, все это самое сделано. Реконструкцию помещения осуществляли по программе модернизации здравоохранения, а также более 2 миллионов рублей выделили из средств местного бюджета. Сейчас фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем необходимым оборудованием. О результатах проделанной работы отчитываются лично главе региона. Кабинет стоматолога обеспечен необходимым оборудованием. Соответственно, современными стандартами установлена стоматологическая установка. Имеется оборудование для обработки медицинского инструментария в данном кабинете. Вот у нас новшества, это облучатели, рециркуляторы стоят, которые позволяют осуществлять обработку в кабинете в присутствии пациентов. В медицинском учреждении теперь располагаются 6 изолированных кабинетов приема пациентов. Вместо одного общего в старом здании медпункта. Штат укомплектован на 100%. В его составе фельдшер, акушер и санитар. Также по определенным дням будут вести прием узкие специалисты из Энгельской районной больницы. Сделать из этого ФАПа все-таки амбулаторию, где будет постоянный прием врачей, постоянно, не приезжих. И мы надеемся, задача себе такую ставим совместно с администрацией медицинской. В 2013 году привлечь в рамках программы «Сельский доктор» сюда специалистов, которые будут здесь постоянно работать. И тогда мы сделаем амбулаторию, а не ФАП. Потому что оборудование позволяет это сделать, чтобы здесь был на прием постоянно врач. В Саратовской области около тысячи таких ФАПов. Но далеко не все соответствуют новым стандартам. Сделать их современными и функциональными – главная задача власти. Очень важно, что это не показуха какая-то, а именно реальное воплощение вот той задачи, прежде всего, о которой мечтали сотрудники, чтобы поработать в таких условиях. Это же профессионалы. По 20 лет стаж. И я благодарен сегодня муниципальной власти, министру здравоохранения, сотрудникам районного здравоохранения. Это учреждение сможет обслуживать более полутора тысяч пациентов. А в ближайшее время в области откроют еще три медицинских пункта, которые будут соответствовать всем необходимым стандартам. Вероника Арапова, Шайна Птулаев, ТВ-центр, Саратов. Также в Саратове в области сегодня открыли несколько детских садов. Например, благодаря реконструкции дошкольного учреждения в селе Генеральское, там удалось полностью ликвидировать нехватку мест. А детский сад в поселке Солнечный на улице Батавина построили в кратчайшие сроки. На открытие объекта в Саратове побывала Ксения Якубина. Настоящий садик. Не терим теремок. Дед Мороз и Снегурочка встречают губернатора области у входа в детский сад номер 112 и приглашают на торжественную экскурсию по новому учреждению. Для реабилитационного лечения верхних дыхательных путей. То есть их сейчас быстренько выписывают, они подкашливают. Мы их тут доведем дома. Здесь все готово к приему детей. Специальное оборудование для профилактики различных заболеваний в медпункте, правые печи для здорового питания и главное уникальное интерактивное оборудование для обучения детей, подобных которому в городе пока нет. Эта говорящая ручка превращает учебу в увлекательный процесс. Правильно. Молодец. Это лампа на комоде. Строители сработали очень оперативно, очень быстро построили, но строителям все-таки, вот, наверное, упрек высказать можно. Не успевают они окажутся за саратовцами. Детишки рождаются гораздо быстрее, чем они строят садики и школы. Этот детский сад в шестом микрорайоне построили в рекордные сроки, всего за три месяца и потратили почти 67 миллионов рублей. Теперь учреждение может принять 80 малышей. Мы в этом году откроем дополнительно 4 тысячи мест. Это вообще впервые такое событие на территории Саратовской области за последние годы. В этом есть необходимость, потому что на начало года очередь была по Саратовской области 22 тысячи. Будущие воспитанники подготовили для чиновников праздничный концерт, а губернатор презентовал ребятам новый телевизор. Но все-таки главный новогодний подарок для детей из поселка Солнечный – возможность в следующем году пойти в детский сад. Ксения Якубина, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов. В регионе продолжают активно развивать агропромышленный комплекс. Многие предприятия реализуют масштабные инвестпроекты. Например, на Саратовском молочном комбинате реконструируют помещения и закупают современное оборудование. А на заводе по техническому обеспечению сельской техники вообще начали собирать тракторы «Беларусь». Наш корреспондент Екатерина Заграничная вместе с профильным министром выяснила, как работают передовые сельхозпредприятия. Техника, конечно, очень высокопроизводительная, мощная, энергонасыщенная. Практически она на уровне импортных образцов. А по некоторым показателям даже превосходят импортные машины. Экскурсию по предприятию «Агротехсна» проводит генеральный директор. Теперь на базе Саратовского завода собирают тракторы «Беларусь». Пока здесь, в специальном цехе, вместе с местными работниками трудятся и минские. Обучают коллег. Это знаковый для региона проект, замечает Иван Бабошкин. И реализуется он в рамках частного государственного партнерства при поддержке губернатора Саратовской области. По инициативе, опять же, Валерия Васильевича, в следующем году за предусмотренные средства в бюджете на компенсацию части стоимости вот этой новой техники, этих новых тракторов. Наш сельхозтоваропроизводитель будет получать 500 тысяч возмещений за каждую приобретенную единицу. Дешевле, надежнее, а главное рядом, замечают сельхозпроизводители. Несмотря на все трудности, стремятся к развитию и, конечно, к техническому обновлению. Мы, как руководители предприятий, заинтересованы в такой продукции. Поэтому я думаю, что будет замечательно, что такая техника у нас собирается. Техника, я считаю, что европейский уровень, европейские стандарты, очень качественная. Первый трактор с конвейера сойдет в начале нового года. А вот на Саратовском молочном комбинате выпуск продукции идет полным ходом. Здесь реализуется крупный инвестиционный проект, в рамках которого реконструируют помещение и обновляют оборудование. На данный момент полностью реконструкция проведена только одного из отделений этого этажа. Это киснемолочная продукция. Начальник производства спешит рассказать гостям о совершенно новой творожной линии. Технологии и оборудование настолько совершенные, что позволяют увеличить срок хранения продукции, не добавляя в нее никаких консервантов. Используют только свежее сырье. Молоко закупают у сельхозпроизводителей Саратовской области. Чувство гордости за наших переработчиков, за нашу Саратовскую область, потому что мы достойно выглядим со своей продукцией. Еще очень важно, что создав такой благоприятный деловой климат на территории Саратовской области, люди не боятся инвестировать и не боятся рисковать. Понимая, что то, что положено от государства, они получат эти возмещения. И такое взаимодействие будет продолжаться. Уже за круглым столом Иван Бабошкин подводит итоги сельскохозяйственного года. Отдельное внимание уделяет развитию агропромышленного комплекса региона. Ведь это не только рабочие места, но и налоги. В этом году в консолидированный бюджет поступило порядка 300 миллионов рублей. На следующий год планы и задачи еще более амбициозные. Екатерина Загранична, Олег Бирюков, ТВ-центр Саратов. Несмотря на век информационных технологий и инноваций, некоторые саратовцы до сих пор живут в ледниковом периоде. Именно так они называют условия, в которых им приходится буквально выживать. Тревогу забили жители жилого дома по адресу Вольская, 2. С наступлением морозов, отопление им так и не дали. Температура в квартирах поднимается чуть выше 10 градусов тепла. Не говоря об аварийном состоянии здания. Дом недавно справил 100-летний юбилей. Тем продолжит Екатерина Рысева. Коммунальный коллапс в вековом доме. Жильцы возмущены бездействием управляющей компании. В здании нет горячей и холодной воды, а батареи в комнатах еле теплые. Пережить холодное время помогают лишь обогреватели. Но комнатная температура все равно не соответствует нормам. Уже не знаем, куда они обращались. Обращались в администрацию Октябрьского района. Звонили в водоканал. Приехали в водоканал. Сделали, но дали воду только напротив, в институте прокуратуры. У нас не дали. На все просьбы в водоканал они отвечают, что они нам все сделали. У меня вообще невыносимо. Тут вчера такое было. Я прямо испугалась и ведра куда-чего ставила. Ее постоянно затапливают, но не соседи. Прорывают трубу с горячей водой, которая обеспечивает отопление в доме. Еще полностью залит подвал, и жильцам приходится за собственные деньги устранять проблему. Но он делать ничего не хочет. Демин, ничего. Он говорит, это ваше частное, вы приватизируете ваши дома, сами делаете. А деньги берет. Боятся совсем остаться без отопления. Недавно строительная компания выкупила пристройку к их дому. И уже практически снесла ее. А там находится тепловой узел. И если ударят сильные морозы, то вода в трубах замерзнет. Она просто-напросто начала рушить наш дом с той стороны. И поэтому до нашего теплового узла там добраться невозможно. Там камнями все засыпано. Жители надеются, что в скором времени дом признают аварийным. И их переселят. Ну а пока этого не произошло, планируют выйти из управляющей компании и создать свою собственную. Екатерина Рысева, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов. В Саратове ежегодно появляются десятки самовольных построек. На этот раз градостроительный скандал разгорелся в самом центре города. Дело в том, что на улице Мичурина подходит к концу возведение нового гаражного кооператива, который загораживает основной подъезд к жилому дому. Местным жителям пришлось обратиться за помощью к сотрудникам Волжской прокуратуры, которые выяснили, что гаражи находятся на территории частного домовладения незаконно. Ситуацию разбирала Жанна Гольцова. Еще пять минут назад здесь полным ходом шли отделочные работы. Семь новых гаражных боксов уже почти готовы к эксплуатации. И хотя сотрудники прокуратуры частенько заглядывают на эту стройку, реакция рабочих всегда одинаковая. Уйти и не отвечать ни на какие вопросы. Наверное, так их учил начальник, который знает, гаражи возводят незаконно. Поводом к проведению проверки стало обращение жильцов этого дома. Вы видите, что расстояние от данных гаражей до дома буквально три метра. Это противоречит всем нормам пожарной безопасности. Правда, застройщиков это совсем не волнует. Ведь главное позаботиться о жильцах элитного дома, которые готовы хорошо заплатить за комфорт. А что может быть лучше гаража прямо под окнами? Люди видят свободный земельный участок, никем не занятый. И самовольно начинают строительство. Гаражи начали строиться во втором полугодии 2012 года и были выявлены фактически через три месяца после строительства. Раньше на этом месте был деревянный жилой дом. Затем прямо за ним выросла многоэтажка. И предприимчивые новоселы решили кардинально изменить свою придомовую территорию. Объединились в группу и выкупили старое жилье. Затем снесли и начали собственную стройку. Без единого разрешительного документа. В соответствии с требованиями действующего законодательства, данный земельный участок, фактическое его разрешенное использование, это занимаемое домовладением. И был он предоставлен фактически занимаемое домовладением. Для того, чтобы осуществить строительство гаражных боксов, данной территориальной зоны, необходимо изменить вид разрешенного использования. Дело о незаконном возведении гаражного кооператива Волжская прокуратура передала в районный суд. И несмотря на то, что уже полным ходом идет проверка, стройку так и не заморозили. Как мы с вами видим, в настоящее время уже практически работы завершены. Вдруг с отделочными работами, несмотря на то, как мы с вами уже обучаем, что имеющийся запрет, осталось делать заморку. Вряд ли в этих пустых боксах когда-нибудь появятся машины. Таких нелегальных построек по городу десятки. И все они подлежат сносу. Что касается самих застройщиков, их бизнес не только обречен прогореть, но и заставит их ответить перед законом. Жанна Гольцова, Шейн Абдулаев, ТВ-центр, Саратов. В Саратовской области стартовал проект по обеспечению детей с ограниченными возможностями бесплатным мобильным интернетом. Первые 40 модемов спонсоры вручили воспитанникам Ершовского реабилитационного центра. А всего в рамках проекта планируют обеспечить интернетом более тысячи детей. Идея преподнести высокоскоростной подарок принадлежит компании МТС и Министерству социального развития области. Репортаж Натальи Тарасовой. Спасибо! Благодарят за подаренные возможности. Стартовал новый проект МТС, в рамках которого особенные дети получат бесплатный мобильный интернет. В рамках корпоративной программы социальной ответственности МТС дарят детям с ограниченными физическими возможностями год бесплатного мобильного интернета, чтобы дети могли пользоваться всеми возможностями сети интернет для общения и особенно обучения. Воспитанникам Ершовского реабилитационного центра для детей и подростков вручают первые модемы. Это дети из восьми районов области. Не у всех дома есть возможность провести проводной интернет. А сеть 3G МТС охватывает высокоскоростным мобильным интернетом более ста населенных пунктов области. Поэтому модемы МТС для них большая радость. Мне этот подарок пригодится, потому что я могу выйти в интернет, найти нужную информацию для учебы, переписаться с друзьями по интернету. В этом классе детей обучают навыкам работы на компьютере. С нетерпением проверяют, как работают высокоскоростные подарки. В реабилитационном центре уверены, что теперь с воспитанниками будет легче поддерживать связь. Детки, получив сегодня в подарок от МТС замечательные вот эти модемы, смогут общаться с нами через интернет, смогут общаться друг с другом. Некоторые дети, у которых уже есть интернет и есть модемы, они общаются не только между собой, не только с друзьями, не только с одноклассниками, а общаются и с нашими сотрудниками. Их родители общаются с нашими педагогами, получают консультации от наших врачей. Акция в Ершове не единичная. Всего в рамках проекта планируется обеспечить бесплатным мобильным интернетом около тысячи детей из Ершова, Маркса, Вольска и других районов области. Радость общения МТС продолжит дарить в следующем году. Наталья Тарасова, Илья Харитонов, ТВ-центр, Саратов. До Нового года остались считанные дни, но праздничные мероприятия для детей и подростков проводят уже сейчас. В физкультурно-оздравительном комплексе «Звездные» прошли новогодние представления и выпускной вечер для воспитанников спортивной школы «Надежда Губернии». Юные спортсмены продемонстрировали свое мастерство и получили награды. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Демонстрирует свое мастерство. За годы обучения в спортивной школе «Надежда Губернии» строят планы на самостоятельную взрослую жизнь. Наши планы в том, что мы в дальнейшем сами становимся тренерами, сами набираем своих детей, уже планируем, уже набрали, уже занимаемся с ними. Впечатления замечательные, эмоциональные спортшколы всегда помогают во всем. Новый год по традиции, время подводить итоги. В этом году звание мастера спорта получили 13 спортсменов школы. Кандидатами в мастера спорта стали более 100 человек. Этот вечер для многих выпускников станет стартом в новую жизнь. 50 спортсменам сегодня будут вручены свидетельства об окончании нашей школы, то есть тем спортсменам, которые достигли 21 года. Вообще школа у нас одна из самых больших в стране, насчитывает порядка около 4,5 тысяч детей в ней занимается и 130 замечательных тренеров. Награждают лучших из лучших, тренеров, которые готовят чемпионов, и юных спортсменов, которые показали самые высокие результаты. Этот год был очень насыщенным, я принимала участие в первенстве Европы по зимнему триатлону, там я победила, также принимала участие в первенстве мира по зимнему триатлону, там я была серебряным призером. Конечно, я рада, это очень приятно, когда твои заслуги кто-то замечает. Яркие выступления продолжают вечер. Своим искусством удивляют воспитанники школы и приглашенные коллективы. Школа «Надежда губернии», она объединяет в себе 24 различных вида спорта, это 130 лучших тренеров в Саратовской области, а также 4,5 тысячи ребятишек, которые занимаются видами спорта. Надеюсь, что именно такими шагами мы будем двигаться дальше, поддерживать эти направления, развивать. Для всех них спорт – это жизнь. Новый год встречают с новыми планами, амбициями и надеждами. Наталья Тарасова, Илья Харитонов, ТВ-центр, Саратов. Свою новогоднюю премьеру представила Саратовский театр юного зрителя. Сказку Сергея Козлова «Ежик и елка» смогли оценить малыши и подростки на малой сцене нового тюза. Этот спектакль – работа молодого саратовского режиссера Артема Кузина, который впервые принял участие в творческой лаборатории театра. Он уже известен своими работами со студентами театрального факультета. Теперь творчество Артема могут оценить и юные зрители. На премьере побывала Влада Черняева. Новогодние праздники со смыслом. Новый тюз встречает маленьких гостей премьерой. Постановка «Ежик и елка» рассказывает о доброте и жертвенности, которыми, по мнению авторов, должна быть наполнена наша жизнь. Мы должны понимать, что самое главное в этих праздниках все-таки не то, что нам дарят подарки, и не то, что это у нас салат оливье и какие-то вкусности, а все-таки, что это нечто большее, это некое время, когда нужно дарить людям подарки не только материального качества, но и морального. Философский смысл разбавлен добрыми шутками. Главные герои – лесные жители, которые ищут елку, чтобы по всем канонам отметить Новый год. На их пути встает и хитрая леса, и даже полиция. Преодолев все преграды, отмечают на славу любимый праздник, еще раз подтверждая – дружба и честность всегда остаются в цене. Ура! «Ежик нашелся!» «Уйди меня, медвежонок!» Каждое действие спектакля тщательно продумано. На этой сцене юмор соседствует с лирикой, а веселые шутки не лишены смысла. Маленькие зрители внимательно следят за дружными героями, а мораль, возможно, поймут чуть позже. Через некоторое время они пойдут домой, сядут, и, может быть, что-то где-то всплывет когда-нибудь в будущей жизни. Но дети безошибочно выбрали в любимчики добрых героев, а значит, основной смысл от них не укрылся. Мне больше всего герой понравился ежик. Он потому что он какой-то... Он за себя взял елку. Ежик. Почему? Потому что он как-то ответственный всех был. Он и волку хотел помочь, и белке, и всем. Поэтому он как-то лучше к героям относился. Белочка. Почему? Она очень тончула. И вот так у него зелась. Организаторы уверены, в век компьютерных технологий детям не хватает положительных героев. Тех, на кого хотелось бы быть похожими. Уверены, самоотверженный ежик и честная белка надолго запомнятся маленьким зрителям. Влада Черняева, Шаин Абдулаев, ТВ-центр, Саратов. И на этом пока все. Более полную информацию ищите на интернет.